Продите внимание на полученные ранения в украинском плену. Удары по голове, шеи, грудной клетке были нанесены штык-ножом. Виктор военнослужащий армии ДНР. Врачи говорят, то, что остался жив, чудо. Здесь три проникающих многооскорчатых выдавленных перелома с разрывом твердой мозговой оболочки, смещением костных отломков полость черепа. Шрамы на его голове и теле оставили украинские военные, а конкретно вот этот субъект. Дмитрий Евган, позывной Саид, морпех из 36-й бригады ВСУ. Зашел товарищ, говорит, давай пошли пленного заеб... Я зашел, нанес ему шесть ножевых ранений и вышел оттуда. Какие чувства испытывал, когда резал? Не могу описать. Тело вынесли через, получается, сутки. На следующие сутки, на вторые сутки вынесли медики. Сказали, что он мертв. Посмотри на право. Вспоминаешь? Вспоминаю. Да? Да. Ну, Бог тебя садил, понял? Да. Это ты его резал? Да. Разрешите попросить у вас извинения просто для себя. Перед Богом прошу извинения. Можно? Да не надо мне этого извинения. Нет, я вас понимаю. Рыдания не помогут. Впереди у этого садиста трибунал и долгий тюремный срок. Это в лучшем случае. Расплата за свои деяния ждет и всех тех украинских военных и неонацистов, кто уничтожал города Донбасс. Расплата за свои деяния ждет.